И да проверяем, проверяем всё. Все экранчики блестят, сверкаются работниками. Мы с тобой, братишка, отправляемся на космическую станцию Мадефол. Терпеть не могу эту карту. Поэтому у меня на ней имеется маленький принцип. В особенности зависит от того, на каком мехе, на каких пушках я полез на Мадефол. Не знаю почему, но наши американские друзья отчаянно и непрерывно выбирают эту карту. Здесь вначале за карту голосуешь, несколько карт на выбор, и народ, соответственно, кто больше проголосовал за карту, эта карта выпадет. Они, блин, голосуют за этот космический Мадефол. Я за Форест Колонию голосую. Я в лесу люблю воевать, естественных условиях. Ну, здесь у меня принципы, я не договорю. Вот, они уже начали болтать, блин. Эфиры забивать. Я занимаю позицию повыше на автопушках и расстреливаю половину боезапаса. И только после этого я иду в ближний бой. То есть я, скажем, ползу на свою нычку. Снайперскую позицию. Сейчас ты поржешь, что произойдет, слушай. И вот я на нее бегу. Думаю, сейчас здесь, значит, я расположусь и буду красиво постреливать вниз. Там стабильное место внизу, и они кучкуются. Вот, блин, посмотри, как чертик и стопакер нарисовался, да? Маленький спайдер. Охотник на снайперов. Сейчас у меня будет закручивать. Через меня прыгать. Ну и нуждет масса сюрпризов. Разворот противофазии. Огонь. Мне тяжело по нему попасть в бронежку. Очень тяжело. Он очень быстрый. Но я попадаю. И скоро перебью ему одно копытце. И он об этом знает. Нету копытца, дорогой. За жерстью пошел. А вернешься стриженный. Понял, сынок? Это тебе не обычный тяж. Это Дервольф, детка. Отдыхай. Ну, конечно, немножечко он мне сверху сегментарную бронюшку лазерными лучиками погладил. Но в чем минус? Пока бежали красненькие такие бодрые креветки, они распределялись по карте. Но я потерял возможность их в момент этого распределения конкретно переранить. Но все-таки еще где-то за углами они по двое трое пачкуются. А это значит, что на меня сейчас тоже огрушится град снарядов, лазерных лучей. Ракет. Вот они уже. Там тоже есть снайперы. Не один я здесь такой, значит, красивый написал. У них тоже снайперы есть. Ну, давай поборемся. Мы поборемся с тобой. Красненький ты мой герой. Ах ты, емко. Ну, конечно, поднял настроение мне, товарищ Спайдер. Точнее, пилот, пилот, пилотирующий Спайдера. Пилотировал, умело. Так, горячо, жарко становится на этой вышке мне. Пилотируйте. 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 Аферминив. Аферминив. У меня осталось меньше половины боезапаса, а не всего четырех. Забираю одну пушечку, хорошо. Но я все равно буду здесь вести бой, я очень хорошо помогаю команде. Но мои планы на ближний бой уже слегка поблёкли. После таких повреждений в ближняк лезть это самоубийство. Ух ты, блин. Ну хорошо, стреляет в меня, не стреляет в мою команду. А ребята там, кстати, грамотно бегают вокруг них. Глядишь и все у нас получится. Полез, полез точно. 4-1, у нас прекрасный счет. Мы потеряли только одного бравого пилота. В целом, в принципе, мой Дирик неплохо себя чувствует. Зажимает парня красных. Зажимает, им уже некуда деться. Вот эти выходы поочередные я никогда не понимал. Ни в танках, ни в этой игре. Это можно делать, когда там комплексно, да, там шесть, допустим, ну, минимум четыре меха. Один за другим выходят, и еще бы неплохо друг друга броней прикрывали по очереди. Здесь очень работает вот такая тактика тяжей выдавливания. Но очень хотелось бы, чтобы все-таки Мехварер не сводился весь внешним боем, как многие уже игры пришли к боданию носами. Ну, в Мехвар очень сильная, кстати, средняя дистанция, да и дальняк мощный. Ну, почти забрал, блин. О, вот этот будет мне сейчас. Хорошо. Тандервольфа разбирай. Так, руку ему бабка. И попрям чётенько центральный торс снаряд. И три вражеских тушки на моем фюзеляже можно рисовать. Так, всё, один остался. А я однорукий бандит. Ха-ха-ха, нормально. Почти весь боезапас расстрелял. У меня, правда, часть боезапаса всё-таки взорвалась с правым полуторсом. Ух ты, ты смотрел, он бы прям за мной охотился. Всё-таки я их здесь достал до белого коленя. Довёл. Разозлил пацанчиков. Одиннадцать шесть хороший счёт. У меня сильный был рандом. Красным не столь повезло. Частненько мне такой вот рандом не остаётся, как белый красных. А вот, собственно, и всё, другище. Давай посмотрим на статку. На самом деле, отличная катка. Меня очень вначале позабавил охотник на снайперов. Что-то лишено. На меня. Я убил троих и помог убить восемь. То есть я попал практически в каждого в команде красных. Ну и, собственно, занял первое место по дамагу, походу, в обеих командах. Да, на первый взгляд? Похоже на то. Увидимся в новых обзорах. Поэтому долбай не в колокол, чтобы не пропустить новый интересный сюжет. Здоровье тебе и близким – это важнее всего. Надеюсь, я тебя немножко разлёт, братишка. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok